Отвесть помянутую округу между долин черной и чернице, лежащую под город Армянский, который именовать Григориополь. Слова из указа Екатерины II. Февраль 1792 года. Документ получил губернатор Василий Каховский. Это первое письменное упоминание о Григориополе. Существует две теории в названии данного города колонии Григориополь. В честь ангела Григория Потемкина, своего ангела, он велел назвать город Григориополь. И вторая версия – в честь Григория основателя всех армян. Поэтому, как бы сказать, какая из версий более точная, мы не знаем. Известно, что Григорий Потемкин определил место для будущего города и поручил архиепископу Иосифу Аргутинскому заняться переселением армян с турецких территорий. План будущего города подписала лично Екатерина II, поставив резолюцию «Быть сему». Здесь в основном проживали молдаване, русские, украинцы, а переселили сюда уже армян, потому что это более благоприятная земля. Это были выходцы из Маила, с Каушаны, из других мест. После приглашения Екатерины II в Григориополь сначала переехали всего 200 армянских семей, но уже через пару лет армян в городе было больше 8 тысяч. В 1794 году у Григориополя появляется свой герб. Он буквально пропитан армянской символикой. Например, на нем есть знаменитая гора Арарат, на которой нашел свое пристанище Ноев Ковчег. До сих пор в Григориополе сохранилось и старинное армянское кладбище. Здесь можно найти плиты, датированные еще 18 веком.